Екатерина Девятого работала в зоопарке, когда ей принесли первого стрижа. В городе растут высотки с зеркальными окнами, стрижи, пролетая на большой скорости, теряют ориентир, врезаются в них и оказываются на земле. Вспоминает, опыта выхаживания этих птиц у нее не было, но с годами алгоритм действий выработался, и сейчас Екатерина с готовностью делится знаниями со всеми желающими. Многие, впервые подобрав птицу, кормят ее творогом, яйцом и даже собачьим кормом. Делать этого категорически нельзя, иначе у стрижей начинаются проблемы с почками и печенью, несвоевременная линька. Если ее выпустить в небо, у нее происходит обновление пера, перестройка обмена веществ, и перья начинают высыпаться. Для стрижа, который летает на скорости 100-160 км в час, это смертельно. А птиц все приносили, и Екатерина поняла, что одна уже не может выкормить их ни физически, ни финансово. Так в соцсетях появилась группа стрижей-самаров, которой Екатерина объясняла нашедшим стрижей, как за ними ухаживать. Если вы нашли птицу, не нужно приносить ее в зоопарк или эколого-биологический центр. Они не специализируются на выхаживании стрижей. Нужно сразу обращаться в сообщество стрижи-самара. Воодушевленные общей идеей волонтеры вносят свой вклад в дело спасения пернатых. Одни консультируют тех, кто нашел птицу, другие лечат, третьи берут на выкорм. В Самаре на самом деле сейчас в группе около 800 человек стрижей-самара. И обязательно где-то рядом по соседству у кого-то уже есть птичка, либо опыт по птичке и какой-то запас насекомых. Поэтому у нас даже если человеку 2 часа ночи зашел в чат и говорит, я на площади Куйбыша нашел только что стрижа, буквально в течение 20-30 минут обязательно в чате откликается человек и говорит, ой, я тут рядом на соседней улице, вы можете подъехать. Наталья Железнякова к сообществу стрижей-самара присоединилась 3 года назад. Я шла по улице, у нас был ремонт дороги во дворе, и что-то под ногами затрепухалось, маленький серенький комочек. Я сначала не поняла, что это. Подобрала этот комочек, на следующий день я подобрала еще два комочка. Их кто-то нашел, посадил в банку с спросом. Я шла, увидела, думаю, ну что, а где один, там и три. Забрала этих себе, и вот так вот началась моя карьера стрижеспасателя. В первое лето Наталья выкормила 6 стрижей, на следующий год 12, а этим летом 36 птиц. Задача непростая. Взрослая птица ест каждые 2-3 часа. За день съедает от 100 до 120 сверчков. Птенцам питание требуется гораздо чаще. В этом году мне пронесли 3 маленьких птенчика, которые были от 2 до 6 грамм весом. Тех я кормила каждые 15 минут. Вот с яичком, вот как они вылупились, каждые 15 минут. Это днем, ночью ты встаешь, кормишь. Они 24 часа на 7 везде со мной. То есть если я еду куда-то отдыхать, они едут со мной. Еду я на пляж, они едут со мной. Вместе с тормозами, со льдом, с едой, либо с живой, либо с замороженной. Выпускают выкормленных птиц волонтеры подальше от города, в поле. Важно, чтобы это было хорошо просматриваемое пространство, без деревьев, кустов. Перед выпуском активисты убеждаются, что поблизости нет хищников. Но от их внезапного появления никто не застрахован. Никого не было, ни единой птицы. Я выпускаю стрижа, и откуда ни возьмите, появляется хищник. И вот я снизу смотрела вот эту вот схватку между стрижом и, ну, какой-то хищной птицей, не знаю, кто это был. Но стриж ушел от нее. Но это было очень страшно, когда ты стоишь, визжишь, кричишь, потому что ты понимаешь, что столько сил ты вложила в этого птенца, и тут вот его пытаются сажать, и ты ничего сделать не можешь. Птиц, которые удалось подлечить до конца лета, выпускают на территории региона. Но сейчас у волонтеров на руках осталось несколько стрижей, которые сами до теплых стран уже не доберутся, слишком похолодало. В начале осени активисты движения стрижи Самары формируют так называемый стрижиный поезд. Скидываются на бензин, корм и отправляют единомышленников на машинах со стрижами в Краснодар. Птенчики, они очень миленькие, похожи на пингвинчиков, они очень замечательно поют. И стрижей не влюбиться просто невозможно, потому что это потрясающие птицы неба. И когда ты держишь птенца, который уже вырос, окреп и стал взрослой птицей и готов к полету, когда ты выходишь в поле, он у тебя взлетает. Это просто непередаваемое ощущение, что ты подарил жизнь этой маленькой прекрасной птице. Виктория Шарая, Николай Сидоров, Игорь Казановский. События.